Акция «Шаги здоровья» снова стартовала в Хабаровске. Торжественное начало прогулкам с врачами дали на сцене Краевого парка имени Муравьева-Амурского в минувшую субботу. Для участников провели спортивную разминку в стиле зумба. Кроме того, на первой в этом году акции работал передвижной кабинет по диагностике слуха. Следующее занятие состоится 6 марта в 11 часов и будет посвящено Всемирному дню почки. Напомним, что принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и физической формы. График размещен на сайте «Здоровый Хабаровск». Нынешний сезон акции «Шаги здоровья» станет уже девятым. Еженедельные субботние прогулки под руководством докторов проходят в Хабаровске с самой ранней весны и до поздней осени с 2013 года. Здесь можно бесплатно консультироваться с врачами, узнать полезную информацию о здоровом образе жизни и параллельно выполнять комплекс упражнений. Присоединяйтесь. Все, что нужно, это просто прийти и получить удовольствие, заряд бодрости и хорошего настроения от умеренной физнагрузки на свежем воздухе. Разговор продолжим с нашей гостьей в студии Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска. Доброе утро. Татьяна Михайловна, доброе утро. Шаги здоровья. Сезон уже девятый у «Шагов здоровья» получается. Да, уже девятый год. Да, девятый год. Давайте вернемся в прошлое. И расскажите нам, пожалуйста, кто является автором вообще этой идеи, как она зародилась и вот в целом какие цели ставились изначально? Ну, вообще у нас в Российской Федерации, в России есть такой знаменитый врач-кардиолог Лео Бакерия, который провел зарядку и прогулку с врачом. И вот эту инициативу подхватило Министерство здравоохранения Хабаровского края. Если вы помните, тогда первую акцию «Шаги здоровья» провел бывший министр здравоохранения Хабаровского края Витько, который вышел со всеми руководителями медицинских организаций. И действительно, он показали людям, что нужно делать для того, чтобы быть физически активными, здоровыми, с хорошим настроением. И вот администрация города Хабаровска подхватила эту инициативу. И мы уже с 2013 года ежегодно, в постоянном регулярном режиме, еженедельно, в одно и то же время во всех парковых зонах города Хабаровска проводим эту акцию. И самое приятное, что эта акция очень полюбилась нашим хабаровчанам, потому что они здесь получают и заряд бодрости, и положительной энергии, и физическую активность. И, что немаловажно, они получают необходимую информацию о профилактике различных заболеваний, и инфекционных, и неинфекционных. Если вы видели наш график, который размещен на сайте здоровыхабаровс.рф, там большое многообразие тем, которые предоставляются для информирования наших хабаровчан во время проведения этой акции. Насколько вообще активно люди принимают участие? Сколько в целом участников? И кто это по большому счету? Это все-таки люди больше пенсионного возраста, либо молодые тоже участвуют активно? Вы знаете, что вообще большое количество людей приходит на эти мероприятия, но вот сейчас в зимний период времени где-то от 60 до 80 человек, может быть, и чуть побольше, но сейчас особо вот так мы не зазываем на эту акцию, так активно, потому что сейчас еще коронавирусная инфекция не ушла от нас, поэтому очень важно, чтобы во время этих мероприятий соблюдалась дистанция, чтобы люди меньше контактировали. А вообще вот в теплое время года 150, может быть, даже больше человек, и все зависит от того, какая тема вот этой акции. И если вот тема интересует молодежь и семьи, то, естественно, больше приходят семьями молодых людей. Очень много студентов приходят, но вот постоянными посетителями, так сказать, вот участниками этой акции, конечно, являются люди более преклонного возраста, у которых больше времени для того, чтобы вот проводить, быть на досуговых таких мероприятиях. И почему именно сейчас начали проводить вот эту акцию «Шаги здоровья», потому что действительно сейчас идет послабление вот этих ограничительных мероприятий. Очень многие в закрытых помещениях активизировали вот работу. И вот мы посчитали, что лучше пусть люди находятся на свежем воздухе, гуляют в парковой зоне, наслаждаются действительно природой, нежели они большую часть времени будут проводить в каких-то торговых центрах или в музеях, или в театрах. Понятно, что это тоже нужно, но полезнее, если сейчас в это время они будут находиться на свежем воздухе и совершать прогулки на свежем воздухе. Да, и вообще все дома уже засидели. А вот как врачи отвлекаются? Охотно ли идут? Вы знаете, вот все, кто с нами работают, они все работают с большим желанием и интересом, потому что они прекрасно понимают о том, что то, что они делают, это только на пользу здоровья наших жителей. А вот что за специалисты, какие специалисты приходят заниматься? Какие обычно темы для таких прогулок? Вы знаете, у нас есть специалисты, которые работают в центрах здоровья, которые работают в краевых учреждениях здравоохранения, и в основном они привлекаются. Но кроме этого, у нас в городе Хабаровске есть большое количество медицинских организаций, других форм собственности, которые тоже участвуют в этих мероприятиях и с большим желанием отзываются, откликаются. Потому что, во-первых, они и доносят до населения ту информацию, которую необходимо людям знать о профилактике заболеваний, и в то же время они рассказывают о тех технологиях, которые они используют в своих учреждениях, которые они могут предоставить населению города. Татьяна Михайловна, а вообще вот как эта акция проходит? Давайте расскажем, и насколько протяженный маршрут? Ну вообще эта акция проходит, ну во-первых, для того, чтобы акция прошла, ее нужно организовать. И для того, чтобы ее организовать, мы должны постоянно информировать население о том, где, в каком месте, в каком парке, в какое время проводится это мероприятие, по какой теме посвящено, какие помимо информационных мероприятий будут еще, у нас же еще и предоставляются другие услуги. Вот допустим, клиника Аудионика предоставила вот сейчас возможность людям провести диагностику, пройти обследование и так далее. На-вторых, обязательно вот все эти мероприятия должны проводиться регулярно, и за каждым мероприятием закреплен должен быть специалист, врач или фитнес-тренер, потому что у нас физические, вернее, оздоровительные зарядки проводят еще и тренеры Хабаровска Спортивного и других фитнес-клубов города Хабаровска. И вот эти мероприятия, они проводятся, как правило, в каком-то месте, в какой-то зоне, и под музыкальное сопровождение и так далее. Люди идут по определенным маршрутам здоровья. Вот у нас в каждом парке есть маршруты здоровья, и они разной протяженности, в зависимости от того, какой контингент населения пришел на эту акцию. Ну и, соответственно, можно выбрать. А вообще какие планы на текущий сезон, и вот, наверное, об актуальном будет ли тема коронавирусных, вот, последствия, выход и восстановления после коронавирусных всех вот этих дел? Ну, вообще мы всегда отзываемся и откликаемся на те предложения, которые нам, вот, которые исходят от участников, и если такая тема их заинтересует, то обязательно мы их проинформируем. Но у нас же помимо шагов здоровья еще есть другие информационные ресурсы, которые мы можем использовать для таких целей. Это и интернет, это и телевидение, и радио, и поэтому обязательно, если в этом будет необходимость, обязательно сделаем. Мы всем желаем здоровья, принимайте участие. Да, и напомним, сайт здоровыхабаровск.рф, там можно найти расписание акции «Шаги здоровья» и увидеть темы. И следующее занятие состоится, напоминаем, 6 марта в 11 часов, поэтому обязательно присоединяйтесь. Татьяна Скорик была у нас в студии, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.